Привет, ребята! Сегодня мы с вами готовим замечательный торт Эстерхази. Очень его люблю. В торте ореховые коржи, карамельно-ванильный крем, абрикосовая прослойка и, конечно, узор паутинка, который как раз-таки характеризует наш Эстерхази. Готовится он довольно быстро. Начнем мы, как всегда, с коржей. Коржей в торте у нас будет 5 штук. Они будут максимально ореховыми и с минимумом муки. Начинаем мы с того, что нам нужно перемолоть орехи вместе с мукой. И корицей. Мы делаем это в блендере. Нам нужна консистенция муки. У меня вот такое приспособление. Пару раз нужно будет встряхнуть. Наша сухая смесь готова. Теперь нам нужно взбить белок. У меня белок комнатной температуры. Я буду взбивать его с щепоткой соли и сахаром. Сначала нам нужно довести белок до состояния легкой пены. В моем миксере это занимает около 40 секунд. Потом я начинаю засыпать сахар. Соль. Пена увеличивается, белок поднимается и можно засыпать сахар. Белок у нас сильно увеличился в объемах. Посмотрите, как хорошо взбился. Теперь мы будем объединять его с нашей сухой массой. Я буду делать это в два этапа. Обратите внимание, если у вас сформировались комочки. Это может быть, если вы используете очень свежий и не просушенный грецкий орех. Он более жирный и он может комковаться. Обратите внимание на эти комочки. Их нужно обязательно разбить. Просто так вот об стеночку. Иногда я, например, добавляю грецкий и фундук. Тогда очень ароматные получаются коржи. Также сюда будет очень приятно добавить цедру лимона или лайма. Промешиваем. Масса очень воздушная. Мы это никогда не делаем миксером на этом этапе. Только вручную подмешиваем сухую смесь. Для того, чтобы воздушность белков сохранить. Что у нас дальше идет? Ребята, у меня здесь решетка обычной духовки. И два листа пергаментной бумаги. Мне нужно пять коржей. Я буду печь их в моих духовках. У меня две духовки. Я буду печь их одновременно. Вы, думаю, можете печь их друг за другом. Сначала три коржа выпекли и потом еще два. Я сейчас покажу, как лучше распределить их. Обводите карандашом вашу форму. У меня кольцо диаметром 18. Три коржа на одном. И два будут на другом. Обязательно переворачиваем. Иначе наш карандаш отпечатается на коржах. То же самое делаем здесь. Но здесь уже два. Распределяем. Вы можете делать это из кондитерского мешка. Вы можете делать это просто на глаз. Я сейчас буду выкладывать на каждый кружочек. Примерно равное количество. Белковая масса с нашей сухой орехово-мучной смесью спокойно может пролежать час при комнатной температуре. То есть вы можете не бояться печь коржи друг за другом. Распределяем равноверно шпателем. Духовка наша уже разогрета до 150 градусов. Выпекать мы будем где-то примерно 30 минут. Всегда смотрите по оттенку. Я распределяю так, чтобы наша белковая масса слегка выходила за тот контур, который я себе нарисовала. Тогда после выпекания я смогу эти коржи обрезать кольцом. Они у меня будут максимально ровные. Поступаем также со всеми пятью коржами. Толщина наших коржей примерно сантиметр. Я никогда не измеряла по линейке. Может быть где-то сантиметр и пару миллиметров. Это не принципиально. Ставим в разогретую духовку и выпекаем. Ориентируемся на цвет. Пока готовятся наши коржи, мы сможем сделать с вами крем. Для крема нам понадобятся молоко, сливки. Сливки у меня 33% жирности. Можно взять поменьше, если они у вас есть в наличии. Крахмал и мука в равных пропорциях. Сахар и ванильный сахар, если вы его добавляете. Если не добавляете, берите полную часть сахара и добавляйте ванильную эссенцию или ванильный экстракт. Первым делом мы прогреваем молоко с половиной нашего сахара. Доводим его до кипения. В кастрюле большего диаметра мы объединяем желтки, сливки. Оставшийся сахар. Крахмал и муку. Здесь важно промешать все так, чтобы не было комочков. Мне очень нравится этот венчик из Икеи. Он для этого максимально удобен. Даже если будут комочки, вы не переживайте. Мы в любом случае нашу заварную вазу будем пропускать через сито. Вот я его подготовила. Так что все это уйдет, даже если на каком-то этапе они у нас появятся. Молоко у нас закипело. Мы снимаем его с огня и тонкой струйкой вливаем к нашей желтково-сливочной смеси. Влили и ставим уже теперь ее на огонь. Это нам нужно для того, чтобы желтки у нас не сварились. Промешиваем. Доводим до закипания. Вы сразу увидите, как масло начинает густеть. Сначала на поверхности появляется пена. Потом будут такие ленивые пузыри. Я называю их вулканчики. Вот масса густеет. Буквально полминуты. Снимаем с огня. Пропускаем через сито. Если вы когда-нибудь замечали в заварном креме или в курде металлический привкус, это вполне может быть от того, что вы протирали его через металлическое сито. Поэтому в заварном креме я все-таки рекомендую работать с ситом-пластиком. Протираем. Пока мы протирали нашу базу, она уже успела немного остыть, но я хочу остудить ее чуть сильнее, чтобы она была по температуре примерно около 40 градусов. Тогда она спокойно объединится с другими составляющими крема. Я слегка просто ее подвзобью. Если вы не хотите взбивать вашу заварную базу, вы можете просто накрыть ее пленкой в контакт и дать ей остыть самостоятельно. На это нужно не больше 10 минут. Теперь мы можем заняться остальными ингредиентами. Здесь у меня сливочный творожный сыр Хохланд Креметто. Если вы не в России, вы можете взять Филадельфию. Это аналог нашего Креметто. Сметана 25% жирности. У меня домик в деревне. Сгущенное вареное молоко вы можете сварить его самостоятельно. Естественно, нужно дать ему остыть и стабилизироваться как минимум 5 часов в холодильнике. Оно должно быть холодным. И сливочное масло. Вот сливочное масло должно быть комнатной температуры. Для того, чтобы оно у нас не расслоилось. И крем у нас получился однородный. Вот посмотрите консистенция масла. Смешивать мы их будем в определенной последовательности. Сначала к сыру мы отправляем сметану. Начинаем промешивать. Добавляем где-то треть нашей заварной базы. Эту заварную базу мы смешиваем с маслом и сгущенкой. Тем самым мы слегка снижаем температуру Креметто. Он у нас был из холодильника холодный. Чтобы у нас не было разногласий между маслом и сыром. И чтобы масло у нас не расслоилось, мы должны немножко эту температуру приблизить к единой. Поэтому мы добавляем заварную базу, слегка теплую, к маслу. Теплую, не горячую, это очень важно. Нам не нужно, чтобы масло начало таять. Добавляем половину сгущенки. Видите, у нас ничего не расслоилось. Ничего у нас не подтаяло. Теперь, по сути, мы можем просто все это объединить. Я уже вижу, что здесь все пошло как надо. Это отличный крем для любого слоеного торта. А к ореховым коржам он особенно подходит. Сгущенка, естественно, тоже не должна быть из холодильника. Она должна быть комнатной температуры. Такой красивый цвет у нас получается крем. Этот крем можно замораживать. Размораживается он через холодильник. После того, как он разморозится, я рекомендую вам еще раз миксером его подвзбить. Сейчас мы уберем его в холодильник. Обязательно накроем пленкой в контакт. И достанем только тогда, когда уже начнем собирать торт. Торт мы будем собирать в кольце, в разъемном. И крем у нас никуда не денется, даже несмотря на то, что он сейчас мягкий. Поэтому мы можем начать торт собирать практически сразу. Нам не нужно дожидаться, пока наш крем стабилизируется и станет плотнее. Если вы будете собирать торт не в кольце, а просто выкладывать коржи крем, коржи крем, в таком случае вам нужно дождаться, пока крем у нас станет более стабильным. Для этого понадобится где-то час-полтора часа в холодильнике. Готовим прекрасную абрикосовую пропитку. У меня абрикосовый джем. Вы можете взять любой марки, которая вам нравится. Я беру макеев, предпочитаю именно его. Мне нравится его состав, мне нравится, что там есть кусочки. В принципе, я им абсолютно довольна. Вы можете выбирать по своему усмотрению. Джем мы отправляем в нашу кастрюлю. Сюда же идет яблочный сок, лимонный сок. Доводим все это дело до кипения. Здесь у меня подготовлено желатиновое масло. Мы будем отправлять ее сюда в самом конце. А пока зальем водой крахмал. Крахмал кукурузный. Сахара мы сюда не добавляем. Здесь достаточно сладости в джеме. Ну и в принципе в яблочном соке, потому что он тоже сладимый. Как только наша масса закипит, мы добавим сюда разведенный крахмал. Крахмал еще раз промешиваем. Консистенция должна быть примерно как у молока. Добавляем тонкой струйкой. Жидкость становится такой мутной, но буквально через 10 секунд все это уходит. И мы видим, как масса густеет. Провариваем около двух минут. Крахмал здесь для того, чтобы скрепить лишнюю воду. Просто желатин с этим не справится. И при разморозке у нас может быть конденсат. В данном случае крахмал ему в помощь. И консистенция нашего конфи будет похожа немного на мармелад. То есть это будет не желе, а уже что-то более интересное по текстуре. Снимаем с огня. Добавляем сюда желатиновую массу. Можно прям так. Можно предварительно ее в микроволновке разогреть. В любом случае в этой температуре она у нас разойдется. Даем ей время. Даем конфи остыть буквально минут 10-15. И тогда уже можно будет распределять его по верхнему коржу нашего торта. Желатин разошелся. Остужаем. Мы наконец можем приступить к сборке торта. Наши коржи остыли. Три из них я уже сняла с пергаментной бумаги. Осталось снять вот эти два. Поначалу они пока теплые. Немного пластичные. Особенно в серединке. Буквально 10-15 минут при комнатной температуре. И они становятся плотными. Вот эти вот слегка еще пластичные. Потому что я их вытащила из духовки чуть позже, чем вот эти. Вот эти вот. Видите? Тем не менее, они все равно у нас пластичные по центру. Но уже довольно плотные. Где-то через 3-4 часа после сборки коржи станут довольно мягкими. От крема и торт спокойно можно будет нарезать. Приступаем к сборке. На нашу подложку мы наносим небольшое количество крема. Просто для того, чтобы наш корж не уехал. Выкладываем корж по центру. Распределяем крем. Я уже отложила нужное количество. Нужно распределить его ровным слоем. Крем постоял 2 часа в холодильнике. Уже заметно, как он стал плотнее. Толщина крема будет где-то около 3 мм. Не забываем затягивать кольцо. Выкладываем следующий корж. Возможно, понадобится немножко расширить кольцо. Выложить корж. И потом кольцо опять затянуть. Повторяем все то же самое. Но на 5-й, самый верхний наш корж мы крем уже не наносим. Там у нас будет абрикосовый конфи. Выкладываем последний корж. Затягиваем нашу форму. Утапливаем его в крем. И распределяем сверху абрикосовый конфи. Даже если где-то корж не доходит до стенок формы, ничего страшного здесь нет. Конфи у нас все закроет. Распределяем кусочки. Я сейчас эту нашу красоту уберу в морозилку примерно на час, для того, чтобы сразу сверху распределить нашу белую глазурь и шоколадную глазурь, и сделать узор паутинка. Вы можете в таком виде оставить торт в холодильнике, например, до следующего дня, и уже эти процедуры сделать с ним завтра. Наш конфи абрикосовый застыло. Тортик провел где-то часа два в холодильнике и минут 15 в морозилке. Сейчас мы будем делать белую глазурь и сразу же за ней шоколадную глазурь. Нам нужно, чтобы они были одной температуры, для того, чтобы у нас получился красивый узор. Для белой глазури мне нужно для начала взбить сливки. Сливки жирные 33-35%. Вот такая вот текстура. Оставляем их в стороне. Подогреваем сливки 33-35%. Заливаем ими белый шоколад. Также прогреваем желатиновую массу. Отправляем сюда же. Начинаем промешивать. Тут важно, чтобы шоколад у нас полностью растворился. Если вы видите кусочки, можно поставить в микроволновку. В режим разморозки секунд по 15 растапливать, чтобы шоколад у нас полностью разошелся. Я вот сейчас один разочек так и сделаю. Все, шоколад полностью растворился. Не нагревайте белый шоколад выше 50 градусов, иначе он может свернуться. Отправляем сюда нашу желатиновую массу, также предварительно прогретую. Даем этой массе остыть буквально 2 минуты. Будем добавлять 2 столовые ложки взбитых сливок. А пока я подогрею сливки для шоколадной глазури из темного шоколада, точно так же залью ими наш шоколад. Глазурь готова. Шоколадную убираем в кондитерский мешок. К белому шоколаду добавляем взбитые сливки. Они дадут плотность цвета, уже не будет этого желтого оттенка шоколада, и вкус будет гораздо приятнее. Добавляем еще одну ложку. Здесь уже промешиваем немножечко поаккуратнее. Комочков от взбитых сливок оставаться не должно. Распределяем по поверхности. Здесь нужно убедиться, что у нас ничего не просвечивает. Толщина будет где-то около трех миллиметров. Теперь нам нужно убедиться, что у нас хорошая густота у нашего ганаша, который мы будем рисовать. Я сначала завяжу ему хвостик, так будет удобнее. Только потом отрежу носик и проверю где-нибудь отдельно на подложке. Отрезаем кончик максимально тонко. И смотрим, как у нас пойдет. Так, нужно отрезать потолще. Вот такой узор у нас должен быть на нашем торте, начиная от центра. Мы практически не давим. Я хочу, чтобы вы понимали, что мы просто... То есть если мы будем давить сильно, вот что у нас получается. Мы давим совсем чуть-чуть. И не тормозим, потому что если видите, мы тормозим, то у нас линия получается неровная. Поэтому линию нужно вести ровно и четко. Начинаем делать это от центра. Не критично, если где-то что-то неровно. Теперь мы в разные стороны от центра к краям ведем вот такие линии. А теперь от края к центру каждый раз протирая нашу палочку. Можно делать это зубочисткой, можно, как я, делать вот палочкой. Можно даже любой иголочкой, как вам удобнее. Можно повторить еще этот узор. Можно в одну сторону, в другую, как вам больше нравится. Хочется, чтобы было более пестро, делаем еще. Если вам нравится так, как сделала я, оставляем. Главное сейчас дать этому всему застыть. Я уберу в морозилку как минимум минут на 15-20. Потом еще подержу в холодильнике тоже, наверное, минут 20. И можно будет убирать кольцо. За счет свойств желатина в составе нашей белой глазури она схватится у нас довольно быстро. Плюс к тому, у нас в качестве помощника есть взбитые сливки, которые тоже помогают глазурью схватываться быстро. И в итоге мы сможем уже через час этот тортик украсить. Глазурь у торта застыла. Она уже не гибнет к рукам. Прошло у нас по времени, наверное, минут 15 в холодильнике и минут 15 в морозилке. И мы можем снимать кольцо. Бортик мы будем покрывать обжаренными миндальными лепестками. Я обжариваю их в микроволновке. Оставляю прямо в этой посуде. Секунд по 40 прогреваю. Достаю, перемешиваю. Потому что всегда миндальные лепестки и вообще любые орехи начинают зажариваться именно внутри. Вы этого можете даже не увидеть. Поэтому обязательно нужно промешивать. Их нужно остудить, потому что горячие лепестки при контакте с кремом поползут вниз. Подготовили. Здесь у нас ягоды. Сначала только по глазури проходимся. Если бы мы не добавляли сюда желатин, она бы у нас тянулась за ножом. И так быстро она, конечно, бы не застыла. Но вообще не бойтесь желатина. Здесь его совсем немного. Вытираем нож. Опускаем его пониже и ведем. Без этого я кольцо открывать не буду, потому что есть риск того, что крем у нас останется на кольце. Видно, что я ножом прошла уже до самого низа. Все, можно начинать потихонечку открывать. В любом случае, где-то где у нас крем отойдет, мы всегда можем подправить. Небольшое количество крема я всегда оставляю в запасе для того, чтобы закрыть какие-то неровности, недочеты. Вот здесь совсем немного крема осталось у нас. Самая вкусная часть. Сейчас мы достанем крем, который у нас остался от коржей. И слегка пройдемся сбоку. И потом уже будем обсыпать все это делами дальними лепестками. Тут мне будет удобнее работать с поворотным столиком. То, что у нас сверху. Залезать на глазурь лучше убрать. Крем здесь очень хороший, стабильный. Торт будет держать форму. Торт можно заморозить вот прямо вот в таком варианте. Очень удобно. Приготовил заранее, сразу несколько. И держишь в морозилке. Размораживать торт обязательно нужно через холодильник. Смотрите, там, где нам крема не хватило, мы будем там немножко добавлять. Вот это вот наши остатки. При желании их можно заморозить, но я думаю, что вряд ли это сами случится. Вы их, скорее всего, съедите. Здесь буквально 50 граммов. Специально вот на случай каких-то корректировок. Там, где нет крема по бортику, покрываем тонким слоем буквально 1 мм. Для того, чтобы наши лепестки просто держались на бортике. На этом этапе важно зачистить нашу подложку. Я буду делать это вот таким шпателем. И потом протереть ее. Можно даже вот так вот сделать. Протираем для того, чтобы наши миндальные лепестки на подложку не липли. Чтобы никакие крошки здесь не оставались. Чтобы вид был аккуратный и опрятный. Если на этом этапе вы видите, что ваш торт стоит не по центру, вот как у меня сейчас. Сейчас покажу, как это просто можно исправить. Мы берем длинный нож. Подтягиваем торт. И еще раз протираем подложку. Ягоды здесь не обязательно. Это скорее моя инициатива. Просто мне хочется яркости добавить этому торту. По сути, можно остановиться просто на миндальных лепестках. Покрываем бортик. То, что падает, опять отправляем чуть дальше. И вот так проходимся по всему периметру. В самом конце можно прижать миндальные лепестки шпателем. Можно сделать это руками. Не обязательно, чтобы это был металлический шпатель. Просто мне таким удобнее. Как красота у нас получается. Даже в таком виде можно заморозить этот торт. Я буду добавлять буквально немного ягод. Просто по периметру. Клубничку я буду резать напополам. Я всегда промакиваю срез. Для того, чтобы не оставался у нас этот лишний сок. Который может вытечь и создать конденсат. На любой прослойке из желатина этот конденсат нежелателен. Он будет лежать лужей. Ничего хорошего в этом не будет. Я беру клубничку прямо с зеленью. Мне хочется, чтобы зелень немножко присутствовала. Но это не обязательно. Вы можете также мяту, например, добавить. И вот такими островками я буду украшать. Можете менять ягодки местами. Пытаясь найти тот узор, который вам нравится. Я буду чередовать темные ягоды с красненькими. Видите, я спокойно меняю их местами. Если мне кажется, что где-то стоит это сделать. На этой глазурь ягодки держатся очень хорошо. Стыкуемся. Добавляем там, где это нужно. Теперь добавим миндальные лепестки. Там, где у нас осталась видна глазурь. В таком виде из тархази у нас становится более праздничным. Но, опять же, повторюсь, и без ягод он тоже прекрасен. Дадим ему немножко постоять и будем разрезать. Я покажу, какой прекрасный у нас получается кусочек. Ну все, котятки, момент Х настал. Сейчас мы будем резать наш прекрасный тортик от тархази. У меня здесь моя кружечка. Там кипяток. Нож должен быть горячий. Мы сейчас вытрем его бумагой. Разрежем. Я покажу вам, что у нас получилось. Я никогда не режу по ягодам. Всегда нахожу какое-нибудь направление. Либо где можно их убрать, либо где я их не задену. Проходим до самого конца. Красота у нас получилась. Смотрите, за счет того, что мы нагревали нож и подтопили верхний слой, у нас немножечко наша глазурь потекла. Вот так просто можно это убрать с помощью обычного ножа. Чтобы наш срез был чистенький-чистенький. Сейчас я отрежу себе кусочек. И посмотрим заодно, как он держит форму. Вот такой кусочек прекрасный. Хоп. Ну все, погнали. Кружечка больше пропитается. Мы этот тортик начали разрезать где-то часа через три после того, как он у нас постоял. На следующий день он будет максимально мягкий. А через день он будет просто таять во рту. Есть легкая хрустинка. Насыщенный ореховый вкус. Кислинка абрикоса. Кислинка вареной сгущенки и сметаны. Вот такой замечательный эстерхази мы сегодня с вами сделали. Я уверена, ребята, у вас все получится. Пожалуйста, следуйте нашему рецепту. Обязательно заглядывайте в подсказки. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии и ждите следующего видео. Я вас обнимаю. До скорых встреч, котятки! Субтитры сделал DimaTorzok